В Беслане состоялось выездное совещание под председательством Ирины Азимовой. Сократить число малоимущих семей. Такую задачу поставила вице-премьер перед Правобережным районом. Для участия в программе «Борьба с бедностью» уже поступило больше 150 заявок. Какие вопросы еще обсудили, знает Галина Григорян. Больше 160 заявок от малоимущих семей поступило в Правобережном районе для участия в программе «Борьба с бедностью». 77 из них уже одобрили. Населению района нужна помощь в поиске работы в создании бизнеса и личного подсобного хозяйства. Ирина Азимова поручила проработать каждое заявление и поставила задачу перед районом – сократить число малоимущих семей. По социальной программе «Борьба с бедностью» три направления у нас сейчас рассматриваются. Это поиск работы, индивидуальное предпринимательство и личное подсобное хозяйство. По направлению поиск работы у нас одобрено 27 социальных контрактов. Подписано индивидуальное предпринимательство – у нас 25 социальных контрактов. И личное подсобное хозяйство – у нас 20 социальных контрактов. Эта сумма, говорится, у нас 100 тысяч и 250 тысяч. В районе капитально ремонтируют дома культуры и строят новые. В селении Ольгинском ремонт только начался. В Заманкуле уже готовятся к открытию. В Зильге провели 70% из запланированных работ. Заменили кровлю, систему отопления и полы. Особое внимание стараются уделять досугу старшего поколения. Их планируют активнее вовлекать в культурную жизнь района. Театры, которые у нас есть в домах культуры, в них активно участвуют и старшее поколение, которое проживает в сельских поселениях. Старейший участник театра, ему буквально летом исполнилось 80 лет и уже 53 года он является участником театра. Играет во всех спектаклях, поставленных в театре. И чаще всего это бывают главные роли. Чтобы разнообразить культурный досуг сельчан, важно подготовить квалифицированные кадры, подчеркнула вице-премьер. Такая прям беда бедой с системой повышения квалификации работников культуры. Я имею в виду библиотеки культурно-досуговые учреждения. Там в профессиональных учреждениях и в республиканских более-менее как-то эта работа налажена. Поэтому мы вот эту систему повышения квалификации, конечно же, аттестации работников в учреждении культуры мы будем реанимировать. И, конечно, люди должны понимать, что есть какие-то квалификационные требования к той или иной должности. И они этим квалификационным требованиям должны удовлетворять. И если они хотят работать в системе, значит, они должны над собой работать. На повестке и сфере образования речь шла о педагогических кадрах. Благодаря программе «Земский учитель» в ряде сел удалось восполнить нехватку преподавателей. Важно не сбавлять темпы. Молодых учителей нужно дополнительно стимулировать и помогать развиваться. Галина Кригорянхи, это Гопоев, Новости Осетии.